привет друзья меня зовут евгений это наш пятый выпуск мой публичный портфель на канале вселенная beautiful world итак давайте перейдем в мой портфель и посмотрим на мои активы а мои активы показывают минус мы падаем более чем на два процента самый большой минус дает компания фасли падаем аж на 14 с половиной более процентов также уверенный минус показывает компания mail group компания мерк но мерк мы держим вплоть до 11 марта закрытие реестра получим дивиденды и дальше будем ждать от нее рост файзер также находится в уверенном минусе идем вниз более двух процентов но это опять же я думаю временно полиметал полиметалл тоже в минусе в четверг я закрыл позицию по компании тот нефть ходили мы уже несколько раз на 540 было сильное сопротивление бумаги на этом уровне в этот раз мы опять подошли к пятьсот сорок сходили на 545 я выставил заявку и закрыл позицию но в пятницу бумага сходила вплоть до пятьсот шестидесяти рублей даже выше 567 показала она в пятницу но я думаю все равно нас корректируется еще вниз и еще раз мы сходим к уровню поддержки на 500 рублей закрыв позицию под от нефти я докупил еще несколько бумаг на освободившиеся деньги докупил две бумаги полиметалл также еще докупил феннекс на золото не знаю зачем я это делал почему-то я верю в то что золото все-таки покажет свой потенциал и мы вырвемся вверх еще 3 марта я купил новый фонд тинькофф и индекс и пио но в данный момент он у меня ушел в глубокий минус и мы по нему получаем убыток более 14 процентов рано я в него вошел потому что коррекция продолжалась буквально два дня и четверг и пятница он показывал уверенное снижение вниз но это не страшно мы докупим еще позиции в данном фонде у среднем цену все остальные фонды тоже у меня показывают небольшой минус ну как небольшой более семи с половиной процентов показывает минус тинькофф золото феннекс золото также минусует более трех спала с половиной процентов и феннекс акции айти компании у меня тоже скорректировались вниз то есть с того прироста в 10 процентов он ушел вниз на почти 3 процента плюсует на этой неделе по нлмк был хороший рост сходили мы вплоть до 225 но четверг и пятница опять же скорректировала бумагу и вернула ее в район 212 рублей за акцию остальные бумаги в портфеле показывают у меня небольшой он уверенный плюс надеюсь он и останется и даже еще подрастет поэтому важность диверсификации своего портфеля я думаю она показана наглядно если одни бумаги падают другие растут за счет этого мы держим баланс и и не даем уйти именно в большой конкретный минус своего портфеля если бы я вкладывал весь свой депозит только в одну бумагу докупая ее допустим на просадке то минус мог быть намного больше вот вам наглядный пример по полюс золоту что я показывал по компании мерк то есть они идут вниз и не хотят расти и также тот же fastly до который я взял на 72 и сейчас он скорректировался где-то в район 65 то есть уверенно идет пока вниз я думаю усреднить позицию по fastly как будет пополнение моего брокерского счета либо появятся свободные деньги по закрытию позиции те которые плюсуют я все-таки намерен скорее всего закрыть позицию по банков нью-йорк посмотрим что она покажет у нас на следующей неделе а также думаю закрыть по газовой компании на освободившиеся деньги я планирую усреднить фонд и пилот тинькова а также усреднить позицию по fastly и возможно докупить еще одну бумагу компании мерк ждать какой-то глобальной коррекции в данный момент но я думаю это нецелесообразно рынок корректируются но он не уходит в крутой пике то есть мы видим то что сейчас рынок берет небольшую передышку допустим если сейчас анализировать по техническому анализу многие бумаги которые ушли в минус то они показывают перепроданность то есть в ближайшее время по ним начнется скорее всего рост потому что акции перепроданы и они сейчас находятся на довольно привлекательной цене по российскому рынку тоже идей пока нет все очень дороговато и опять же российский рынок он непонятен допустим если брать тот же газпром сейчас северный поток 2 претерпевает небольшое непонятное состояние будет ли он продолжен германии конечно требуется российский газ но байден президент соединенных штатов америки намерен ужесточить и вести все таки санкции под северный поток 2 что будет дальше на данный момент непонятно мы видим то что рынок взял небольшую паузу взял небольшую передышку и готовится скорее всего к еще одному рывку вверх потому что деньги все-таки на рынок приходят и большинство позиции опять откупаются и бумаги остаются на уровнях готовясь к новому штурму если начнут заходить фонды покупать их потому что сейчас цена для фондов достаточно привлекательно большой игрок заходя в бумагу будет толкать ее цену вверх либо наоборот это вот идея фондов чтобы снизить цену вниз чтобы закупиться еще более по привлекательной цене фиксировать убыток в данный момент нецелесообразно потому что все таки я надеюсь что рост продолжится и даже если не продолжится акции скорректируются вниз мы всегда можем пополнить наш счет и докупить и усреднить те позиции которые у нас будут минусовать друзья спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка для открытия брокерского счета ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал впереди много интересного до новой встречи на проекте географии инвестиций всем пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...